Техник, технарь, я больше к науке, чем... Да какая наука-то? Слепая старуха, из ума выжившая наука. Наука, зачем блудите тогда здесь? Зачем курите? Какая вам наука поможет избавиться от этого? А Христос избавляет от всего. Святая жизнь начинается. О, Господи, я... Ну, блин, интересно, конечно. Я пришел сознательно к Богу, 23 года после армии, Евангелие дали. А до этого я верил, что Бог есть. Мама еще сказала, то не делала. Нельзя воровать, с женщинами иметь дело, материться. Мне 81-й год, я еще ни одного матерка не сказал. Господь охраняет. Вы же... Никогда вам... Путь наш не повторить никому. Поэтому мы знаем все слои населения. Вот мусульман, у них другая священная книга. Она не сходится с нашей. Слушай, у нас Иисус Христос умер. А они через 600 лет переделывают на то, что Он не умер. Он умер и воскрес. Мы в это верим. И вот сейчас идет 2019 год. От чего? От Рождества Христова. Только чтобы за субботой было воскресенье. Что означает воскрес? Ваши имена все взяты из церкви. Как ваше имя? Виктор меня зовут. Как Виктор? Виктор. Виктор означает победитель. Это был святой такой. А Игнатий Лапкин? Игнатий означает неизвестный. Все пьют тут, непрерывно заливают. Агентский огонь в душе. Есть такое. Только не ругайтесь, смотрите. Это очень будет нехорошо. Ну да. Но тут вы, наверное, встречали всякий контингент. Правильно? Да, правильно. Потому что меня Господь провел. Я вот насчитал 50 книг, и меня запрятали. Мне пришлось 5 тюрем пройти лагерь. И только в 87-м освободился. А в 91-м реабилитирован уже. А за что сидели? Слово Божие я нес. И первую в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных. Мне все в накладку и дали. А вы зайдите на наш YouTube. Там все сказано. Ну, куда-то я запишу. Запишите. Вот если вы меня пожелаете увидеть еще, я вам все ресурсы тогда бы скинул. Игнатий Лапкин. Два имя запишите. Запишите два слова. Игнатий. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Вот вы по скайпу на меня выйдете. Напишите скайп. А вот если сейчас добавите канал, слово канал. Канал. Он называется «Во свете Библии». Вы выйдете на наш YouTube. Как еще раз? «Во свете Библии». Библия, от нее свет идет. «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да. Там у нас большой ресурс. 17 300 роликов. А кто вас танцирует? Никто. Господь все ведет. Ага. И деньги он вам давил? Я никогда денег не брал. Вот представьте, я одновременно вел занятия в пяти университетах. В 13 школах, во всех отделах милиции, воинских частях. И нигде, ни за что не получаю. Мало того, еще помогаю тюрьме 18 лет. Идем по камерам, помогаем, чтобы люди могли встать на ноги. Проповедуем. Ходатствуем за них. И вы там все найдете. Это не игра какая-то. Вот обо мне фильм снятый. Он занят первое место в России. Златовус из Потеряевки. Документальный. На тюмень. Прямо не ожидал таких людей. Но там все, там не выдуманное. И вы увидите, как у нас моление идет. Как я вот начальник детского лагеря был. Не один-два дня, а 45 лет. А сам основал. И три сейчас в другом формате. 48 лет. Тысячи детей без помощи государства. Вот деревню сейчас строим. Первым делом построили храм. Школу. За свой счет. Скотину держим. Выращиваем что-то. Это не просто так. Дорогу за свой счет. Электричество. Шесть прудов восстановили. Зарыбили. Своя рыба. А в стране погибло 21 тысяча сел. Так у нас поселиться можно тому, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Дома открытые, без замков. Ну да, сильно, конечно. Да. У меня вышло из печати 38 томов книг. У меня вышло 38. И я их подарил в 650 библиотек мира. Из Барнаула мы дошли до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Турция и Север. У меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. А подарки сделали в библиотеке на 35 миллионов. Вот что Бог делает. Вот у меня брат священник, мы отдельно зарегистрировали церковь, у нас с тарелкой не ходят, ни свечи, ничего не продается, а все стоит. Десятина все закрыла. Мы не за деньги делаем, мы отдали все свое. Вот это у меня где, вот видите, как, это чтобы больше людей было принять. Около вокзала, квартира была, я дверь открыл, не закрывалась. И бомжи приходили, ночевали, ели и уходили. А теперь, которые люди обратились, подходят, их не узнаешь, какие они стали. Понятно. Притом, это все в роликах видно. Ну, 21 век сейчас, блин, вы же сами видите, что вокруг происходит. А мы не смотрим на это. Конкретно, вот я просто вам хочу сказать. Вот говорят, такая беда, преступники, ничего нельзя взять. А что ты делаешь? Вот я сотрудничаю с тюрьмой, говорю, а они встают на ноги. Я знаю их, потому что я вижу, что он даже говорить хочет. Я прошел пять тюрем. У меня опыт за плечами огромный. Люди неграмотные. Я преподаю в университетах бесплатно. Поднимаем новые. Дети, приспособленники. Вот я образовываю детский лагерь. Ни день, ни два, 48 лет фактически. Да к лагерю ему равных нету. Если наркоман ребенок был, за месяц он все забывает. Мы учим их и работать. Памятник нам надо ставить за это. Памятник. Ну, памятник не памятник, а мы работаем. Против меня в интернете примерно 220 роликов выставлено. За мной враги гоняются от зависти. Они ничего не могут сделать. А мы положили на алтарь Христа все, что есть. Притом вы увидите, какие у нас женщины, девушки, дети. Это не выскажешь? Светится буквально. А вы где находитесь территорией? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. 81-й год мне. Бабкин, да, фамилия? Лапкин. Л-Л-Л. Лапа. Лапкин. Игнатий Лапкин. Вы по скайпу на меня выйдете. Я вам все ресурсы скину. Барнаул. У меня просто коллега. Я сейчас на работе на Вапкино-севере. У меня коллега с Алтайского края. Вот ему скажите, где он там находится, в каком районе? Ой, я сейчас не скажу. Он сейчас не рядом. Понимаете, как Бог избирает человека. Христос умер за наши грехи. Умер. Чтобы мы верою в Него получили прощение. И я ни себе не принадлежу. За меня Христос умер. И воскрес. И мы славим его. Мы встаем всегда в 4.40. Независимо от выходных. В 4.40. Чтобы рано утром, чтобы мы все успели помолиться. Посчитать слово Божие. Начать делать дела какие-то. Тогда на работу идут. Сильно. Вы мне аж прям впечатление такое поставили. Я аж прям... Ну вот представь себе. Посмотрите. У меня пенсия 8 тысяч. 141 рубль. 33 копейки. Почему мало? 35 лет трудового стажу. Но мне не давали работать нигде. Советская власть. До армии. Пока Евангелия не было, давали. Я в органах МВД работал прорабом. Строго режимом лагере. А в армии служил ракетные войска, подводный плот. И когда обратился, обратился, у меня совершенно другая жизнь пошла. Говорят, какая-то беда была, какая беда. Я работаю во плоти. У меня сила, деньги. Тем более добился разрешения сдавать 3 курса в училище по выбору комиссии за год. Не немецком, а английском или французском. У меня выход за границу сразу. А Господь меня в это время обратил. А теперь все против меня пошло. А я несу это с радостью. Сколько людей в тюрьме обратилось, на ноги встали. Это Бог делает. Это не человек. Человеку это нельзя сделать. Понятно. Ну все, я ваши контакты взял, поищу, посмотрю. Все. Значит, когда зайдете по скайпу. По скайпу на меня выйдете. Я вам все ресурсы скину. Там можете говорить. А на сайт зайдете. Там мои книги все находятся. Там я 55 папок. Я отвечаю студентам. Я три радиопрограммы вел. На 4124 вопроса. Политика, экономика, социология, семья, работа. То есть любой вопрос. Во свете Библии. Что говорили святые отцы? Что говорили 300 поэтов России за 300 лет? Обязательно зайду, почитаю. Как вас звать-то? Звать как вас? Виктор Викторович. Виктор? Надо главное. Сейчас только был Николай. Виктор, Никита и Николай. Это одно и то же слово. С разных языков. Победитель означает. Победитель над грехом будь. Над злыми намерениями. И будь воскресший для Господа. Молодой, у тебя все впереди, как говорится. Вот у меня столько пришлось пережить. И я еще ни одной таблетки не съел. Бог дает здоровье. У меня две голубят небольшие. Я туда-сюда с голубями. Велосипед есть 40. Мне не давали работать. Хотя я работал где? Людям печь и делал. 40 лет печеньком был. Офигеть. Ну. Так, Виктор, до свидания. Храни вас Господь. С Богом. Я надеюсь, что вы придете. И Господь вам такой путь откроет. Вы ужаснетесь. Неужели, скажешь, я такой жил? Со Христом это ежедневная радость. У меня тысячи друзей и тысячи врагов. Притом враги только от зависти. Больше ничего нет. Вы посмотрите, какие комментарии дают. Просмотров у меня на ютубе. Сейчас скажу сколько. 43 миллиона. Это много. Ну вот, Бог это делает. До свидания. С Богом. Ты послушай, молодой. Ты вот эту книгу читал когда-нибудь? Смотри. 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 А теперь посмотри. Мы бюджет не читаем. Посмотри. А это считаешь? Считаешь? Девять блаженств. А заповеди десять. Так, потихоньку. Только не материтесь, пожалуйста. Чтобы ни одного слова плохого не было. Иначе вам будет стыдно потом. Ну, будет, да. Нужно знать, что человек – бессмертное создание. И смерть – это только переход в другую область. Будет общий суд. Я иногда тоже думаю, мы можем... Вот об этом Михаил Юрьевич Лерновтов писал на «Смерть поэта». Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой, и мысли и дела он знает наперед. Вы можете зайти на наши ресурсы, если пожелаете. Там много что есть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ага, понятно. А если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин. Я вам скину, там у нас есть сайт, форум, мейл.ру. Огромное-огромное богатство там. Слушай, а у тебя исповедование вообще можно? Нет, в храм сходить надо. Там есть священники. За больше никто не исповедуется. Это выдумка. Я грешный человек. А как я вам в ватсапе найду? Так, повтори потихоньку, повтори. В ватсапе как я найду? Что-то ничего не понятно. В ватсапе, ну, связь. А, нет, нет, нет. Только по скайпу. Скайп. Ну, у нас скайп. Мы закроем где-то, у нас только ватсап. Ну, давай скайп. По скайпу очень легко. Это за пять минут вы сделаете. Игнатий Лапкин по скайпу. Игнатий Лапкин. Два слова по скайпу. Я один там с этой фамилией и именем. Это по-английски или по-русски? У меня нас не касается там. У меня брат священник. Игнатий Лапкин? Да, Лапкин Игнатий. Мы строим православную деревню с нуля. С нуля. Православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Ну, не боль здесь. Я не боль здесь. Мне надо просто исповедоваться. Ну, сходите, сходите. Купите себе Евангелие. Чтоб знали. Да нет, не можете. Это я от ее энергии. Ну, все, ладно пока. До свидания. Давай. За наши грехи. Чтобы жили для Бога. Он нас искупил от грехов. А вот вы скверно словите. А это сразу уйдет, если ты уверуешь. Родишься свыше. Ага. Это я знаю, да, что нельзя ругаться. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Ни один этого не делает. Мне вот 81-й год я еще ни одного матерка не сказал. Да вы что? Да. Как что? Прям ни одного не сказал. Так я сколько протерпел за слово Божие, а то пять тюрем прошел. И там люди какие? Там ни одного слова не сказал. Тюрем? А вы зайдите на наш канал, вы увидите там все. Господь позволит. Как канал называется? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин? Да, Лапкин. Ага. Запишите где-то. Вы забудете все. Игнатий Лапкин. Я запомнил. А не запомните. Потому что я дальше буду что-то говорить, а вы то забудете. Запишите. Игнатий Лапкин. Это у вас единственный шанс в жизни может быть такой встать на ноги. Я вам дам такие материалы, которых нету в интернете нигде. Да и не будет. Вот если зайдете на наш сайт, и там у меня в 55 папах стоят, я отвечаю на 4 тысячи 124 вопроса студентам. Три радиопрограммы когда вел, пять университетов одновременно преподвал. И все это бесплатно. 45 лет начальник детского лагеря православного. Бесплатно. Тысячи детей подняли. Сейчас деревню строим с нуля. Сами храм построили, школу, государственная школа, не какая-то. И все за свой счет. Дорогу сами сделали. Шесть прудов возобновили и рыбой зарыбили. Без помощи государству. Дай Бог вам здоровья. Конечно. Вот у меня вышло сколько, 38 томов книг видели в библиотеке у Путина. Я подарил 650 библиотек мира. Проехали от Владивостока, вот из Барнаула до Владивостока. Мы в Барнауле живем до Владивостока дошли. Я библиотекам дарил книги 38 томов. Это 750 евро стоит. 750 евро один комплект. А подарили 650. Посчитай, что получится. Подарок сделали библиотекам на 35 миллионов рублей. Это мои книги, которые вышли. Господь мне позволил написать. Где я на вопросы отвечаю. Поэзия мира. У меня в своих четыре тома стихов. По 800 страниц каждый том. Вам это все будет интересно. Все. А на сайте, если зайдете, сайт «Во свете библии» Игнатий Лапкин. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Разные книги. А в ютубе есть канал? Да. Называется «Во свете библии» в ютубе. У меня 17 тысяч 300 роликов там. Наших. Такого нигде больше нет у канала. «Во свете библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. «Во свете библии» Игнатий Лапкин. Я запомнил. А вы запишите сейчас канал. Откройте при мне. Я посмотрю, откроется вам. Нет? А как я смогу открыть? Я же сейчас с телефона сижу в чат-то рулет. А я не думал, что с телефона. У меня процессор, монитор. Я подумал, что у вас большой. Нет, нет. Я с телефона сижу. Все, договорились. Как вас звать? Звать как? Вас как звать? Да ладно. Нет, ну смотрите. Я не хочу ни к сатане, ни к Богу. Я же не верю в Бога. Почему я должна идти к сатане? Ну хорошо. Вас мать родила, воспитала. А ты сейчас пошла в сад и говоришь. Я маму не признаю. А просто все, и все сама по себе. Бог. А в меня же Бог не рожал. Бог дал. Бог дал. Мать дал глаза. Мать не знала, что ты родишься. Она узнала, когда испугалась. Там месяца. Нет, мать на глаза не больше. Вот. Какие Бог дал нам глаза, уши. Дал пищу, земля, звезды, солнце. Сколько Бог дал нам? А я его не признаю. Ну что, умно рассуждили? Не знаю. Ну вот так вот у меня с детства. Не знаю. Да не надо это. Ты ходишь по земле. Ты знаешь, что она летится скоростью больше пули. Земля наша. Да, да, знаю. Ну, а где она не столкнется, ничего. И все, ну, километра пять, допустим, атмосферы. Даже десять нету. И метеориты не залетают. Почти все сгорает. А это ваша квартира такая? Да, это наша квартира такая. Она, может быть, одна на весь Советский Союз такая. Киска у вас красивая очень. Это не просто так. Когда я освободился, за Слово Божие сидел. И стал судить, что у меня конфисковали. А конфискованных по государственным нормам 11 миллиардов стоило. И 11 лет шел суд, и я его выиграл. Ну, это неденимированные деньги, которые были. И Господь позволил. Когда стали рассчитывать ценящим. И вот мне в центре города, в центральном районе города Барнаула дали. А ОПЕ рядом течет. Красивое место. 13 сотых и два дома. Рассчитались со мной так. Да. Вот, извините, конечно, на мой взгляд, странный вопрос. Но что вы тут делаете? А вот если вы зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин. По скайпу. Запишите два слова. Игнатий Лапкин. А, вот. У нас девочка записала. Ну, запишите. Вы найдете по скайпу. Я скину все ресурсы. А если заглядите сейчас в канал. Слово канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Вы зайдете на наш канал. А, это где? На Ютубе или что? Мы показываем. Как занятия веду в университете. Вел. Христина, тебе Бог дал глаза. Ты куришь. А вот, смотрите, курить, материться, пить и так далее. Это же грехом? Не знаю, что это. Вопрос. Володя, подойди сюда. Я вопрос не расслышал. Нас спрашивают, если пить, курить, материться. Это грех? Нет. Ну, вы сами понимаете, что говорить это. Тело наше. Тело храм. Если человек курит, он 12 лет не доживает. И последние 10 лет туберкулезом харкает. Надо вам это? Сами подумайте. Нет, я не курю. Просто у меня очень многие знакомы. Ну и так, вот мы деревню строим. Человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда будем разговаривать. Ладно, спасибо вам за общение. Храни Господь. Заходите по скайпу. Продолжение следует...